это дело полиции поступило сообщение проследовать по адресу 1 проезд челюскинцев 1 во дворе драка семейные разборки переросли в драку женщина в слезах рассказывает оперативникам свою личную драму стресс предварительно сняла алкоголем а я сумками с пакетами и иду с работы я кругом все обезжала и нашла его увидела нормально адекватно это все там же на месте происшествия у кустов супруг избил свою жену ему тоже досталось домой в ту ночь он так и не пришел что не затягивать завязывать ему шнурки как на шортах шорты а она лежит пьяна что на тебе по голую это все нормально это все адекватно я не смогла сдержаться я его просто реально патрульным постовым в ту ночь пришлось быть и психологами оказалось муж изменил не впервые да и вообще примерным поведением никогда не отличался я родила ему ребенка а он приволок бывшую свою она украла мое золото сережки я квартиру снимаю я я плачу деньги я все делаю он ничего не делал он сейчас пиво взяла а блин не бил у меня там есть и вас и там умеете можете завтра обратиться к участковым также можете побои снять то вам надо будет обратиться к также участковым взять у него направление на медицинское свидетельство прощала уже не раз возможно и сейчас поймет и простит в свою очередь сотрудники полиции посоветовали женщине обратиться к участковому заявлением и зафиксировать побои госавтоинспекторы начали проверку по факту дтп на улице нефтезаводская сегодня около семи часов утра водитель большегруза не предоставил преимущество в движении и столкнулся с иномаркой так предварительно установили полицейские водитель фуры прошел тест на алкоголь за рулем он находился в трезвом виде что интересно водитель honda сразу же уехал с места происшествия поэтому очевидцев аварии просят позвонить по телефонам полиции пассажир автомобиля фонда цивик девушка с тяжелыми травмами доставлена в медицинское учреждение очевидцев данного происшествия просим сообщить дежурную часть гибдд любую имеющуюся информацию по телефону 79 35 04 или по телефону 02 госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения в случае если вы стали участником дтп то водитель причастный к в происшествию должен остановить транспортное средство включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки кроме того если есть в дтп пострадавшие необходимо сообщить скорую медицинскую помощь в отдел полиции номер 7 в омске обратилась 57-летняя жительница советского округа амичка разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже частного загородного дома вскоре ей позвонил мужчина сказал что проживает в другом городе и дом ему так понравился что он готов нести зададок 300 тысяч рублей чтобы это сделать незнакомец попросил женщину назвать все реквизиты банковской карты номер и цифры с обратной стороны буквально через несколько минут с карты списались 117 тысяч рублей все накопления амички покупатель перестал выходить на связь и потерпевшая обратилась полицию сотрудники уголовного розыска устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности подозреваемого следователь возбудил уголовное дело по статье мошенничества с использованием электронных средств платежа санкции статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет напоминаем никому не сообщайте пин-коды банковских карт пароли и логины от онлайн банка если вы стали жертвой подобного преступления своевременно обращайтесь в дежурную часть отдела полиции по месту жительства либо ближайший орган внутренних дел в сидельниковском районе в местную полицию обратился охотный инспектор он сообщил что в шести километрах от деревни тамбовка кто-то отстрелил двух лосей информация подтвердилась с места происшествия правоохранители изъяли две головы и шкуры недалеко от места забоя и разделки туш оперативники заметили следы от колес телеги они привели полицейских к месту проживания браконьера им оказался 58-летний сельчанин у него изъято уже расфасованное замороженное мясо самки и теленка лося дознаватель возбудил уголовное дело по статье незаконная охота с причинением особо крупного ущерба кстати ущерб причиненный животному миру омской области составил 160 тысяч рублей омская полиция устанавливает потерпевших от деятельности кредитно-потребительского кооператива сберегательный центр золотой фонд и общество с ограниченной ответственностью финансовая компания деловые инвестиции на протяжении нескольких лет они принимали деньги омичей а также заключали договоры займов под проценты сообщает полиция в 2018 году клиенты кооператива перестали получать проценты по вкладам а вернуть вложенные деньги так и не смогли от действий фирм пострадали не только мечи но и жители ряда других регионов российской федерации уголовные дела по обращениям более 200 жителей омской области направлены в следственное управление главного управления мвд россии по иркутской области поскольку фирмы зарегистрированы в городе иркутске и фигурант уголовного дела проживает там же омские следователи входящие в группу по расследованию данных преступлений в настоящее время продолжают устанавливать жители омской области пострадавших от действий кредитно-потребительского кооператива сберегательный центр золотой фонд и общество с ограниченной ответственностью финансовая компания деловые инвестиции среди пострадавших от мошенников в основном пожилые люди если вы или ваши родственники стали жертвами этих фирм обращайтесь по полиции 79 27 94 79 23 59 или 79 36 17